Серега Влог Джермания представляет Немецкие новости на русском языке Евросоюз выступил с заявлением в пользу санкций против России в связи с отравлением критика Кремля Алексея Навального. В заявлении, опубликованном в четверг вечером, говорится, что Европейский Союз призывает к общей международной реакции и оставляет за собой право принять соответствующие меры. Это также включало санкции. Применение химического оружия неприемлемо ни при каких обстоятельствах и представляет собой серьезное нарушение международного права и норм в области прав человека. Представители стран НАТО также хотят обсудить возможные реакции на отравление кремлевского критика на внеплановой встрече. По данным полиции, в пятницу вечером во время стихийной демонстрации в Лейпцигском районе Коневице в полицейских были брошены камни. Согласно первоначальным данным, восемь человек получили легкие ранения. Накануне вечером были беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и вертолет. Фоном для незарегистрированной демонстрации стало прекращение полиции и сквотинга на востоке Лейпцига в среду. Полицейские машины также подверглись нападению и были возведены баррикады во время первой демонстрации в четверг вечером, созванный через Твиттер. Сообщается, что билот полицейского вертолета, круживший над местом происшествия, был ослеплен лазером. Было задержано 22 человека, в том числе за нарушение общественного порядка, покушение на телесные повреждения, опасное вмешательство в воздушное движение и материальный ущерб. На вечер субботы зарегистрирована очередная демонстрация. Примерно каждый пятый ребенок в детских садах говорит дома не на немецком языке. Согласно отчету, это является результатом ответа Федерального министерства по делам семьи на запрос парламентской группы СВДП и касается примерно 675 тысяч из 3 миллионов детей дневного ухода. Это соответствует доле в 21,4%. Их доля за последний год еще больше увеличилась. По словам заместителя лидера парламентской группы СВДП Судинга, меры Федерального министерства по делам семьи неадекватны и предупреждают, язык решает, какие шансы у ребенка есть в жизни. В настоящее время детсады получают поддержку в размере 25 тысяч евро из федеральной программы «Языковые центры дневного ухода». Это должно быть значительно увеличено. Можно было бы еще немного, сказал Йозеф Кёберу, вылезая из своей самодельной хижины. Сегодня австрийский пловец установил новый мировой рекорд в дисциплине «Самый продолжительный контакт всего тела со льдом». Только в плавках 42-летний спортсмен продержался на льду по плечи 2 часа 30 минут 57 секунд. Китаец Сон Хао Цезинь установил предыдущий мировой рекорд 1 час 53 минуты. Кёберл занесен в книгу рекордов Гиннеса. Кусочек Ганновера посреди китайского города Чандэ. На высоте 450 метров уже почти 4 года стоят магазины, многоквартирные дома и рестораны в стиле Нижней Саксонии. Стоимость реплики составляет около 500 миллионов евро. Но желанный туристический магнит пока что привлек лишь нескольких посетителей. С начала пандемии короны их стало еще меньше. На открытии в 2016 году некоторые немцы также хотели начать работу с ресторанами и кафе в Чандэ. Но сейчас есть только один немецкий продавец кофе, Флемент Бёрнт. Причина ухода его деловых соседей не только в небольшом количестве посетителей, длительные сроки доставки повторных заказов также затрудняют бизнес, говорит Бёрнт. Благодаря онлайн-торговле он лично не зависит от случайных клиентов. Неужели тайные силы облагают мир налогами? По данным репрезентативного опроса фонда Конрада Одинауэра, 19% респондентов считают это утверждение вероятным, а 11% – верным. По сравнению с этим, почти две трети респондентов, которые не верят в глобальный заговор, считают, что 27% ошибочны, а 35% уверены, что они ошибаются. Остальные не были уверены или не хотели отвечать. С октября 2019 года по феврале этого года институт опросил 3250 выборщиков. Респонденты с высшим образованием, учеба, аспирантура, таким образом, гораздо реже верят в мировой заговор, среди них чуть менее 20%. Таким образом, люди с возрастом менее 10 лет более открыты для этого – 42%. По данным опроса, вера в подобные заговоры не ограничивается определенной группой населения, мы находим это на востоке и западе, среди пожилых и молодых людей, мужчин и женщин. Но у сторонников AFD наблюдается всплеск. Среди них 56% считают, что тайные державы управляют миром. Однако все сторонники этого заговора расходятся во мнениях относительно того, кто является одним из предполагаемых заговорщиков. Однако респонденты часто используют антисемитские или антисемитские предания, например, 11% говорят о богатых людях или богатых семьях, таких как Ротшильды, 13% – это компании, банки или финансовый капитал, 12% называют такие спецслужбы, как ЦРУ или Масильды. И последние новости, группа исследователей, окружающая природоохранную организацию Резолф, собрала данные и поместила их в интерактивную онлайн-карту, первую в своем роде цифровую карту, создающую своего рода голубую паузу для защиты жизни на Земле. Таким образом, 35% земной массы необходимо срочно защитить, чтобы ограничить вымирание видов и обеспечить эффективную защиту климата. В настоящее время под защитой находится около 15% земной массы нашей планеты. Чтобы эффективно бороться с такими кризисами, как изменение климата, потеря биразнообразия и появление новых вирусов, их должно быть даже не менее половины. Наиболее срочной задачей является защита примерно 2,3% массы Земли от вымирания наиболее уязвимых видов растений и животных. Вот такие у нас на сегодня новости, всем доброго дня.